Музыка Я из музыки уходил много раз И сейчас я из нее ушел практически То есть мы пишем небольшие там синглы какие-то Где-то выступаем, естественно Да я вообще не понимаю, почему я музыкант Я с детства это все ненавидел Где ты, твой новый день сгорел Возьмешь, что ловится с руды Сима, и некуда бежать И силы не идешь Он не раз радикально изменял свою жизнь Начинал все с чистого листа Был пчеляром, шофером, працевал психологом Гандлявал на рынку, писал артыкулы в газеты Али зауседы, зауседы вертался до музыки и усяго, что с еею связано У меня был такой период жизни, когда я думал, зачем Зачем кому-то то, что я делаю И мне пришло одно сравнение в голову Вот есть такая птица-ласточка Что это бесполезная птица Но она есть И ее много И она летает, как это предсказывает дождь Красиво там гнезда бьет Ну и я про себя понял Что я как эта ласточка Я просто делаю свое дело Игорь Пашечко Брестский музыкант Солист творчей майстерни драм-рок-студия Лауреат республиканских и международных фестивалей У патриотичной песни Особо у Брестя вядомая Над землею весна И вокруг красота Впереди на пути высота Батьки за все дымарили, как сын пошел по следах дядули Стал военным финансистом А еще лучше музыкам Бо уроди было шмат музыкантов Я учился на фортепиано Это был ад настоящий Это было поломанное детство Когда пацаны во дворе играют Я сижу за фортепиано И долблю эти гаммы, эти этюды Я вспоминаю об этом с большим ужасом на самом деле Вот школа, музыкальная школа Это был реально кошмар Только в 16 лет Игорь стал отремливать от музыки Соправдную осолоду Когда разом с одногодками Почал играть рок В этот час у першиню закралась думка Стать ведомой рок-зоркой Сбирать велизарные стадионы И без конца записывать альбомы Виктор Васильевич Васьков Это мой гуру Тот человек, который меня сделал Как музыканта именно Он был руководителем вокально-инструментального ансамбля И он учил всему Как правильно держать микрофон Как правильно подавать Он учил основу аранжировки В этот час створается их первый гурт Который позднее вырастет в драм-рок студию Гурт с бессенсовной назвой СТПТЦ Мы немного выступали Мы постоянно сидели в студии Мы работали, писали песни Играли какие-то каверы Выступили мы за все время нашей работы С 96-го года до 2001-го года Когда мы ушли в армию Все три раза Насколько я знаю Мы первый рок-коллектив из города Брест Который поехал за границу Именно представлять город, республику На молодежный фестиваль В Уперталь-рок 2001 год Хлопцы отрымливают повестки у армию И идут служить у погранвойска Фактически всем складам Так период детячо-юнацкого рок-н-ролла Скончился, а от музыки Им не наконовано было отойти В тот час только начинал свою деятельность Узорно-показальный оркестр Погранслужбы Республики Беларусь Уперталь-золотый склад Коллективу хлопцы и трапели Наверное, оркестр Это вот та площадка Та платформа На которой я именно стал Профессиональным музыкантом Мы создали там вокальную группу Она была тоже постоянно менялась Она была вокально-хореографическая Вокально-инструментальная Просто вокальной Мы брали очень сложные произведения Такие как «Хатынь и песняров» Мы выступали в разных конкурсах И в Москве, и в Петербурге Ездил в Сочи Мы выступали Оркестр очень много где был Дания, Польша, Германия, Франция Параллельно с оркестром Працовала вокальная группа Игорь Пашечко стал ее солистом Его уже тогда у сырье Стекавила тема Великой Айчинной Писал песни На некоторые навод отримывалось Сдымать клипы Солдаты вечный свой покой Низкий поклон вам, родные Павшие и живые В наших сердцах сорок первых И тот, кто погиб самый первый Так протягивался не который час Фестивали, выступления, прозовые месты Шакал и карьерный рост Праздникальки месяцев Игорь отримал пропанову Переехать у Минск У меня полностью вышиб в мозге Театр Ничто не предвещало беды Абсолютно Я вообще театр не понимал Для меня было вообще непонятное место Непонятно, что они там делают Вообще зачем На спектаклях я стабильно спал А тут моя сестра поступила в колледж На актерское отделение Потом стала работать в театре Они попросили меня помочь в капустнике Подыграй нам, пожалуйста, место, где свет Макаревич И мы ее споем И я на неделю туда зашел Каждый день там чего-то там С ними репетировал Жил в гримерках Ходил на спектакли И попался Так поиграть? В октаву или в две? Ну и так Витакльт, черный анел с белыми крылами. Шукаугурт не вельми вядомы со своими песнями. Он послушал то, что у нас уже было. Что-то понравилось, что-то нет. И тогда я помню вот эту фразу, которая мне запомнилась на всю жизнь. Я говорю, Тима Фединович, вы мне поставьте, пожалуйста, задачу. Вот что мне нужно для вас писать. Он говорит, да пиши, что хочешь. Я говорю, как? Ну так. Пиши, что хочешь, а мы же выберем. И мы начали писать, что хочешь. Это был удивительный опыт за много лет. И как-то меня это очень поразило и удивило. И потом черный ангел, как говорил Тима Фединович, это должен был быть либо провал, либо бомба. Оказалось, бомба. Господи, ты слышишь, Господи? Ну не молчи, Господи. Ну смотри, почему так рад? Почему? Господи, ну дай мне отсрочку на год, на два, ну хотя бы на месяц, чтобы побыть с Пашкой, чтобы попросить у него прощения. Господи, ну дай нам с ним хотя бы одну ночь. Премьера 18 марта, 19 марта. Я помню эти дни, вот эти вехи. А еще такое состояние было. В жизни было тогда очень плохо все. Ну, скажем так, в личной. И спектакль о том, что в личной жизни все плохо. И мы, конечно, мы ничего там не играли. Мы играли вот то, что было реально на душе. И уже рвали на вот аорту вот так вот от всей души. Кожный был на своем месте, а ле не игр. Сумешать армию и театр было складано и фактично немахшимо. Належало заробить тяжкий выбор. Когда я уже принял это решение, я вышел. И я почувствовал себя как этот Гартаньян, который отказал кардиналу решили. Подумал, как можно быть таким идиотом? Какой рок-н-ролл, какой театр. Я не жалею о том, что я сделал. Было трудно. Потому что я был обеспечен, а тут стал резко не обеспечен. И было, конечно, очень тяжело подниматься. Спектакль «Черный анел» с белыми крылами отыграл великую роль у жизни кожного из хлопцев. И он сработал гурт с ТПТЦ «Вядомым». Заявились прихильники. Вышел первый альбом. В тот момент пришло усведомление, что рамки гурта обмежеваны. Что сегодня треба нечто большее, чем просто музыка. Было принято решение створить творчую майстерню «Драм-рок-студия». Был тот же костяк. Были абсолютно разные проекты. В общем, проекты делались абсолютно не по каким законам. То есть он делался этот проект, игрался один раз. Единственный проект, который мы сделали и протиражировали его вот так вот. И потом начали так же поступать со следующими проектами. Был по обе стороны маски. Это выставка «Перфоманс». Это был не совсем даже музыкальный проект. Это был вот такой синтез искусств. Фотография, картины, гобелены, музыка, театр. Вот такой был очень интересный проект. Он два года готовился. Я там впервые играл по-актерски. То есть у меня до этого опыт был один. В шестом классе в школе. А по обе стороны маски это был Джокер. Это был такой персонаж, который должен был танцевать. Который должен был смеяться. Все это было без слов. То есть это была пантомина. Танцор из меня, конечно, прямо скажем так себе. Я очень смущался. Мне было крайне тяжело эта роль. Но как-то получилось. Потом были «Чамоданный настрой», «Оркестр Спилберга», «Герои рок-н-ролла», «Червоная» и «Чорная». Уникальные проекты, которые собирали разом рок-музыку и театр. За особливым хваливанием Игорь вспоминает про атрибют проект «Герои рок-н-ролла». Это был проект счастья. Потому что играли песни, которые любили с самого детства. Земфира, ДДТ, «Машина часу», «Чиж» и «Кампания». Мы начали выходить на какую-то профессиональную основу. Начались какие-то платные концерты, начались какие-то еще вещи. Вот. И я, наверное, впервые поставил во главу угла деньги. И это оказался проигрышный путь. Он завел нас в тупик, потому что, когда ты занимаешься творчеством, первым должно быть творчество. Мастатство подаровало им махчимость ожитевить Даунию Мару, сыграть концерт у старым двороку прямо под вишнями, сыграть свои песни. Когда ты подаешь свой материал, то всегда очень-очень страшно, что подумают, да, вот, как примут, не примут. Но мне как-то Игорь Муха сказал, солист группы «Спасение», «Пока ты не будешь играть свои песни, ты не состоишься как личность». Ну, это правда, так и есть. И мы играли вот эти вот свои песни, волнуясь. Ну, народ начал подпевать их как-то сразу, мы разучивали, как-то все было хорошо. И этот концерт был уникален именно вот подачей своего материала. Его было много, его было ровно половину, скажем так, вторая часть была кавер. И вот это вот и самым большим, наверное, подарком в этот концерт было то, что пришли и сказали, ну, кавер, конечно, хорошо, но лучше бы свое выиграли побольше. Я согласился сразу, как только услышал мелодию песни и текст, и посмотрел раскатровку клипа. Ну, это было вообще что-то заоблачное. На то время, я помню, когда я одел впервые форму офицера-пограничника лейтенанта, я почувствовал вот это вот единение с временем. Хотя форма, ну, она сшита вчера, да. Я вот одел, перетянул портупею, планшетку, кабура с пистолетом. И я вдруг ощутил, как будто бы раз, вот с тем временем мы соприкоснулись, как будто бы не 2011 год, а 41-й, вот я вот-вот, я деда вспомнил своего, он носил эту форму когда-то. Я почувствовал вот это, что мы занимаемся не просто музыкой, мы касаемся истории вот этого. Вышеня – международный проект, который отримался житоведь под эгидой БРСМ, Управление внутренних справ Брестского облевыканка и военно-патриотического клуба «Гарнизон». Идея возникла у Александра Солодовникова в 2009 году. Как записать песню Калиб перехрестила, он запросил вядомых Брестских артистов и музыкантов – Виталя Прокоповича и Игоря Пашечко. Мне повезло работать в таком проекте, с такими мужиками. Потому что я считаю Сашу в определенном смысле таким гениальным человеком. Он знает про бои Брестской крепости, про подвиг тех людей, которые бросались над пулемета. И каждая песня, каждое слово – там можно ответить за каждое слово. Но под Брестом в ходе страшной мертвой штыковой Я, не сдерживая слезы, говорил с тобой, говорил с тобой В жуткой пустоте, где в бою неравном мой заклинило ТТ. И когда под черным дымом плавилась броя, Белый ангел мне явился посреди огня. Я просил тебя не помнить, но не забывать. И меня свинцом коснулась Божья благодать. Это прикосновение к истории, вот к этой ее части, к этому мужеству. Я горжусь этим проектом, потому что это сильно, это по-мужски. Это вот такая крутая, хорошая мужская часть творчества. И для меня дорого быть в этом. Через реки, поля, перебраны, остры, Каждый шел до своей высоты. Там сегодня весна, и поет соловей, и скучает рядин канаве. Мы хотели любить и любимыми быть. Другая частка трилогии «Вышеня» появилась просто два года. В 2011-м, когда тем же творчим складом была записана композиция «Мы хотели любить». Яна про первый день войны, про подвиг. Видеоклип объединял сотни творчих людей. Мы не ожидали такого ажиотажа. Вот мы хотели любить. Нам казалось, ну, одна выстрелила, вторая вряд ли выстрелит. Вторая выстрела еще больше. И большие залы там в Петербурге. СК «Юбилейный», и Дворец Республики Минске, и различные очень большие мероприятия. И для нас была огромная честь то, что мы все сидели и смотрели. Даже на репетиции. Потом, когда Дворец Республики встал, то эти молодые ребята встали. Но я тогда понял, что, ну да, это не подкупишь. Теперь полным ходом идет працанад третьей композицией трилогии. Она будет про перемогу, и уже худко появится. А поколь Игор увесь свой вольный час, просвещая справе, яка окажа приносит соправдное задовольнение, працой над книгой, аутобиографичной. Вот оно. Творшее счастье. Первая песня, которую я написал, была песня «Снегом». На нее мы сняли видеоклип. Единственный видеоклип в драм-рок студии. Ну и вот эта песня, она вошла в спектакль, вошла потом в наш альбом, и на нее сняли клип. И снег, потому что меня просто прорвало. А я молчу, где-то в городе гудит вьюга, потеряли с тобой друг друга, ты и я. Если я честно пишу о том, даже что кажется, мне, может, никому не будет интересно, ощущение просто вот, ну, какого-то внутреннего такого, какого-то расслабления, успокоения, какого-то кайфа такого настоящего. Потому что вот это честно, то, что есть. Я не играю, не пытаюсь кого-то показать. Драм-рок студии, сольная карьера, книги. Наверное, в дробях он выкладывается на полную и верить. Каждый может досягнуть, чего захочет. Главное – чувствовать свое сердце и жить в согласии с самим собой. С защитного графика часу лет хопает на себя, на семью, женку, родителей и семью. И быть саморазумея – это неправильно. Однако… Без искусства я был бы, наверное, пустым. Ну, это та часть, которая мне дана. Вот. Она часть моего существования, моей жизни. То есть просто, ну, взяли бы, так вынули кусок. И все. А на его место ничего не станет. Потому что я оставил на его место. Он там не переживается. Я молчу. Где-то в городе гудит вьюга. Потеряли с тобой друг друга. Ты и я, я молчу. Я молчу. Субтитры создавал DimaTorzok